Барнаульская школа с номером 45 буквально взята штурмом. Главный герой встречи в плотное кольцо. Бесконечные автографы, словно признание в любви к миру. Она обладательница самых громких титулов фигурного катания. Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира. Многие советские девчонки пришли в этот вид спорта, только чтобы быть похожими на эту хрупкую, но с сильным характером девушку. Правда, современные подростки мало что знают о легендарной Ирине Родниной. Что она завоевала? Большинство кубков России, можно сказать, мира. Она десятикратный чемпион. Олимпиаду выигрывала, нет? Да. В начале 2000-х Ирина Роднина вернулась из Америки, чтобы поднять отечественный спорт на новую высоту. С тех пор не останавливается. Про нее даже ходят легенды, летать на самолетах чаще, чем стюардессы. Вот и в Барнауле Роднина уже третий раз за последнее время. Дел много. Одно из них – подписание соглашения с правительством края. Стороны обещают, этот документ на деле должен вовлечь как можно больше школьников края в занятия спортом. Наша цель основная – это выполнение тех задач, которые поставил в свое время президент перед Советом по спорту, который должны мы выполнять. Это 80% детей, которые регулярно занимаются спортом. Именно для этого создан специальный проект, который и курирует Ирина Роднина – одно из ее любимых детищ. В рамках проекта «Детский спорт» у нас развиваются несколько направлений. Это реконструкция спортивных залов в сельских школах, дворовый тренер, школьный спорт, строительство фоклов, физкультурно-оздоровительных комплексов и появившееся еще направление «Дворовый футбол». Завтра никакого отдыха Ирина Роднина обещает посетить фестиваль ГТО на стадионе «Лабиринт» и погулять по набережной Барнаула. Наверняка вновь будет новая серия селфи и автографов. Главное, теперь все-таки стоит подучить биографию кумира. Кирилл Политов, Андрей Печеркин. День с толком. Кирилл Политов, Андрей Печеркин. Продолжение следует...